Музыка Коллеги, мы приветствуем сегодня Кирилла Мартынова, нашего гостя из высшей школы экономики, из Москвы. Музыка Человек, который виртуозно владеет социологическими и философскими науками, на их как раз стыке, на их грани, что наиболее интересно. И сегодня перед тем, как начать нашу большую дискуссию, конференцию, у нас будет небольшое интервью, по каким-то острым углам мы пройдемся. И вот первый острый угол, свяжем его с цитатой из известного блокбастера «Игра престолов» в том, что мертво умереть не может. Гражданское сознание в России уже не может умереть, оно окончательно мертво. И если нет, то есть ли какие-то у вас, как у доктора философии, метафорически говоря, средства, которые можно прописать этому сознанию для оживления? Ну, конечно, здесь для того, чтобы на этот вопрос отвечать и как-то его комментировать, здесь по-хорошему нужны количественные исследования. Вот, наверное, отчасти такие количественные исследования коллегами ведутся. Но, тем не менее, если опираться скорее на интуицию и на попытку говорить от лица философии, то я бы скорее сказал, что гражданское общество в России и вообще такое гражданское самосознание в России, оно скорее переживает сейчас, ну не расцвет, конечно, да, расцвет еще очень далеко, но, по крайней мере, оно пробуждает какое-то, переживает какое-то оживление. Я даже в данном случае имею в виду не только то, что на выборах разных уровней люди требуют для себя политического представительства, в общем, настаивая на том, что это требование законно, там, достаточно обоснованное и так далее, а я имею в виду, что вообще есть довольно большое количество проектов, в которых люди участвуют, потому что считают, что они должны это делать. Вот раньше, вот до последних лет, может быть, до последнего десятилетия, была очень четкая граница, по-моему. Были вещи, которые мы делаем для того, чтобы заработать деньги, и были вещи, которые мы делаем для того, чтобы эти деньги потратить. В целом никакой серой, третьего никакого направления, какой-то вот вещи, которые мы делаем ни в первом режиме, ни во втором, более-менее не существовало. То есть, всегда были какие-то там. А мы это кто? Ну, мы это какая-то... Это же очень такая разнородная... Мы россияне, ну, какой-то жители крупных российских городов, имеющих образование, какие-то жизненные амбиции и так далее. Вот мы видим просто на примере наших городов до сих пор, что города далеко не самые ухоженные в мире, но при этом люди более-менее хорошо одеты, ездят многие на хороших машинах. Вот мой любимый такой пример российской жизни, это когда у вас есть очень красивый джип, который стоит около вашей хрущевки, которая абсолютно разбита, но внутри вы сделали красивый ремонт, и вы, когда вот идете из вашего красивого ремонта по не очень чистому подъезду, вы перепрыгиваете через какие-то досточки, потому что там лужи, и потом оказываетесь в вашем джипе. Вот для меня это вот образ российской вообще мечты о благосостоянии, как она сложилась после распада Советского Союза. Она в каком-то смысле... Но это меняется. Да, это меняется. Как там у Пелевина было? Ничто так не выдает человека низкого социального происхождения, как его умение разбираться в марках дорогих машин и часов? Ну, это возможно, да. Это старая история, да, там, наверное, когда люди быстро приобретают новый образ, новое качество жизни, они всегда вот в эту ловушку новорейшей попадают. Это даже не российская история, не сегодняшняя. Вот, но сейчас мне кажется, что люди начинают постепенно в России понимать, условно говоря, да, что вот эта картинка такого благосостояния, это вообще не совсем идеальная вообще какая-то вещь, не та вещь, к которой нужно стремиться. То есть начинаются цениться какие-то другие еще вещи. Вот в Москве, знаете, что случилось самое важное, не знаю, как где еще, в Москве люди начали здороваться в лифтах. Вот это прямо, понимаете, главный гражданский подвиг, которого я точно знаю, что его никогда не было. Это интересная история, она показательная. Да, потому что вообще всем понятно, что какая-то вот такая минимальная вежливость, дружелюбие и, ну, такое снижение бытовой агрессии, когда ты живешь в крупном городе, в многоквартирном доме, ты не знаешь всех своих соседей, и, может быть, даже не всегда стремишься их знать, но ты как бы говоришь «Здравствуйте». Вот иногда даже заходит дальше, иногда начинает говорить «Как вам сегодня погода?», да, то есть начинает возникать такой small talk. Вот тот самый социальный капитал, в общем-то, да? Я думаю, что да, я думаю, что это, знаете, как это, это, может быть, еще не совсем даже социальный капитал, это вот какая-то почва, да, то есть вот разложился такой Советский Союз, он окончательно там догнивает, вот, и на его... Он был просто разрушен полностью социальный капитал, а сейчас вот как-то начинается как-то... Да, я думаю, что главное, что нам досталось в наследство от советской власти до сих пор, и причем это касается людей разных поколений, это вот такое глубинное недоверие ко всему общественному. Вот все, все до сих пор, до последнего времени в России понимали, что все, что общественное, это подлое, лживое, сделанное начальниками, чтобы всех обмануть, бесконечное комсомольское собрание. На мой взгляд, это меняется. На мой взгляд, да, на мой взгляд, изменения начались. В России или в Москве? Ну, я не могу говорить, наверное, за всю Россию, хотя... Это будет важный чемпионат. Нет, я довольно много езжу по России, в основном, правда, по тем городам, куда можно долететь прямым рейсом на самолете, что тоже, конечно, не Россия. Да, вот тут начинается следующее различие. Но в целом, мне кажется, что по всей России все-таки есть какие-то изменения. Мне очень в этом смысле нравится город Екатеринбург, где я часто бываю, потому что там происходит какая-то такая стремительная и довольно глубокая урбанизация. Там приезжает огромное количество молодых людей учиться, это самые студенческие... Ну, да и к чему это происходит? Для меня это очень интересно, очень важно. Ну, вот, понимаете, вот есть какие-то навыки, вот что делают городские люди? Вот они ходят со стаканчиком с кофе, они ходят не с баночкой, там, не знаю, алкогольного энергетика по улице, а со стаканчиком с кофе. Они подворачивают штаны, они умеют сидеть в кофейне, они понимают, зачем можно купить книгу, потому что с ней вообще интересно ходить по улице, на тебя обращать внимание, пошел человек с какой-то модной книгой, да, то есть не просто так. Вот, и вот какие-то эти базовые принципы молодого горожанина, это тоже такое вот изобретение общества, вот не было ничего, да, и здесь... Какие-то третьи места коммуникации, да, просто, условно говоря, такая культура городская, да, внутренняя, средовая. Наверное, то, что действительно происходит в российских городах, это возникновение городской культуры. У нас нет, как мы все прекрасно понимаем, увеличения благосостояния, то есть у нас мы не стали за последние, там, пять лет богаче. Скорее наоборот. Да, но то, что произошло, произошло вот такое, мне кажется, закрепление, перевод того благосостояния, которое было достигнуто еще десятилетиям раньше, в определенные навыки культурного поведения. То, что вы описываете, это похоже на такую эстетизацию, то есть люди как будто испытывают нужду в неком более уточенном образе жизни. Это значит, что вам просто мало, просто мало, ну, иметь золотые часы, условно говоря, да, то есть на самом деле на тебя, ты ничего не получишь от того, что у тебя будут очень дорогие часы, если тебе будут хамить, если ты сам будешь себя выглядеть, понимать, что ты выглядишь там недостаточно современно, недостаточно здорово, если ты в этом не разбираешься, в том не разбираешься и так далее. То есть это вот идет такое очень быстрое усвоение навыков жизни. Это естественным образом идет? Или же есть какие-то, на ваш взгляд, моменты, которые могут активизировать это? Ну, тут трудно, это вообще очень широкий контекст, потому что можно еще один какой-то пример привести, может быть, более конкретный, может быть, более убедительный даже, чем вот эти городские культуры. Это, конечно, существование в России довольно широкого спектра волонтерских практик. Вот чего точно не было 20 лет назад, и то, что точно появилось за последние 10 лет. Мне кажется, если где-то искать такое концентрированное общество, да, вот, может быть, екатеринбургский студент с подвернутыми штанами и со стаканчиком кофе никого не убедит в качестве примера растущей общественной жизни. Но волонтерские проекты, сделанные людьми без участия государства, ну, это многие, это там, Лиза Алерт, фонд Митя Олешковского, и, на самом деле, довольно большое количество еще структур, это история о том, когда люди объединяются для того, чтобы помогать другим людям, потому что они понимают, ну, что, в общем, это делает жизнь всего общества лучше. Это вот типичная такая гражданская жизнь. И это, это, в это вовлекаются сейчас, то есть, если раньше это был таким удел, таких, знаете, ну, немножко таких городских сумасшедших, да, то есть ты вот ушел в волонтерство, и, наверное, тебе просто заняться нечем, то сейчас это очень часто и в молодом поколении, и в чуть более старшем поколении, там, 30-35, это воспринимается как нормальная часть жизни. То есть, в принципе, довольно странно, если ты не делаешь ничего для, ну, для удовлетворения вот своего этого такого гражданского чувства, что ли, я не знаю, зачем. Ну, скорее удовлетворение какого-то внутреннего артуризма, да? Ну, это оно же и есть в конечном итоге, да, то есть ты просто делаешь, ты понимаешь, что есть, вот, есть, часто у людей бывает не очень любимая работа, но, а работа нужна для того, чтобы там, ну, по счетам платить, как у американских сериалах говорят, да, вот, а здесь ты начинаешь делать что-то осмысленное, ты просто видишь, вот, я сделал вот это, и в результате моих действий, ну, я не знаю, там, какие-нибудь пожилые люди в больнице, а им там стало весело, вот, я устроил им правильник, это вот такая, какая-то такая типичная форма волонтерства, да? Все-таки я понимаю, что вы в большей степени говорите про Москву, я не готова сказать, что в Новосибирске какое-то прямо огромное развитие, вот, таких проектов они были, они как бы есть, но говорят о том, что там какое-то прям невероятное развитие идет вот подобных инициатив, я как-то не могу об этом сказать. Ну, вам виднее, безусловно, про Новосибирск, я точно знаю, что это не история чисто про Москву, но насколько она равномерно распространена по большим российским городам, я, честно сказать, не знаю, мне кажется, нам нужны какие-то социологи, которые бы здесь что-то сказали. Ну, вот, да, по поводу количества, такая тема, вот вы, как, Кирилл, полагаете, действительно важно, чтобы много людей в разных городах и весях прониклись вот этим новым эстетическим, альтруистическим духом и что-то стали менять, или достаточно для того, чтобы сдвинулась вот эта баржа и попула, достаточно какого-то пассионарного меньшинства, не обязательно, чтобы это распространялось, было в мире популярным. И вот это меньшинство пассионарное, оно эту лодку раскачает и все потопит. Или наоборот, можно сказать, метафора поплывет. Мне очень-очень сложно сказать, потому что, наверное, главная, может быть, главная российская проблема даже, это то, что все слишком ориентированы на какие-то сигналы из центров, в широком смысле слова. То есть ты всегда должен найти такое, знаете, есть в этих, может быть, некорректное сравнение, но есть приложение, которое показывает, как надо молиться на Мекку. Вот у нас в России все тоже постоянно активируют это внутреннее приложение и смотрят, а где все-таки вот тот центр, который сейчас дает сигналы, указания к действию. И это доходит до смешного. То есть я, скажем, был в прошлом году в одном из самых странных поездок, в котором мне доводилось быть, это в Шпицберген, норвежская территория, на территории которой есть российское поселение. И там вот это российское поселение, оно сделано как будто это маленькая Москва. Ну вот просто вот как будто туда завезли какого-то специального там москвича, который уложил плитку, поставил лавочку, фонарь рядом воткнул, и, значит, ресторан с большими кожаными диванами. Ну то есть ты приезжаешь и полное ощущение, что ты в Москве, в каком-то спальном районе. И это российская такая штука, что людям не очень хочется экспериментировать, а все как-то ждут, что вот им, многие ждут, что им скажут, вот там как все устроено оттуда. Я к тому, что, понимаете, здесь просто вопрос про пассионарное меньшинство, в каком-то смысле слова он парадоксально неразрешен, потому что если выяснится, что это вот уже в центре уже все занимаются благотворительностью, то обязательно это дойдет до многих других мест. Ну да, там уже пассионарная индукция начинает работать, распространение вот этого всего. Да, похоже, вот история была характерная, помню, это 93-й год. Преподаватели, профессора Томского университета в колледже для учителей читают лекцию по методологии истории. Рассказывают, что есть концепция не только марксистско-ленинско, есть Тойнбе, есть Штенглер, есть Вико, ну и так далее. А учителя внимательно слушают, а в конце вот женщина встает, и такой вот общий вопрос от всех, как бы она промолирует, говорит, ну хорошо, вы все это рассказали, а скажите теперь, как правильно это смотреть? То есть вот такой поиск вот этой единственной верной центральной позиции. Очень характерно для менталитета, ну как это еще можно назвать, для... Для какого менталитета? Российского. Для российского, наверное. Ну может быть, смотрите, может быть все-таки, если вернуться к изначальному тезису, то может быть все-таки дело не в такой не суперцентрализации и в таком поиске каких-то конформных постоянно установок, а в том, что мы поняли в каком-то смысле слова, что бороться за материальное благополучие бессмысленно, потому что, правда, бессмысленно. Ну потому что... Подпишусь прямо от каждого слова. Нет, причем бессмысленно, вот просто буквально, я как бы словно и там в совсем недавнем прошлом, там молодой профессионал, наверное, до сих пор тоже, я просто знаю, что там 10 лет назад или сколько лет назад, 8 лет назад у меня была такая европейская зарплата. Ну то есть просто европейская, с любой точки зрения, там деньги, которые я зарабатывал, это был хороший европейский средний класс. И потом что-то случилось, я работать меньше не стал, возможно, хуже как профессионал тоже не стал, но потом как бы случилось геополитическое возрождение Российской Федерации на мировой арене, и я начал получать ровно в два раза меньше. И как-то никто так и не понял, ну собственно, что случилось, как твое личное усилие трансформируется в твое материальное благосостояние. Ну никак, видимо. Никак. Да, и поэтому вот если, понимаете, материальные ценности, ну мы не голодаем все, слава богу, да, наверное, но погоня конкурировать с европейцами, а теперь уже и с жителями Китая, по уровню материального потребления, нам, судя по всему, как-то не сильно светит. Ну вот просто не будет этого экономического роста. И может быть теперь стоит обратиться к добрососедству, понимаете, развивать гражданские и республиканские добродетели, здороваться в лифте, значит, познакомиться с соседями, да, при желании, создать волонтерский проект. Вот мы на нашем нынешнем уровне существования, мы можем это себе позволить. То есть мы уже тогда эти джипы купили в кредит, да, и выплатили, наверное, кредит, а теперь нужно еще лужу прибрать во дворе. Скажите, Кирилл, вы совершенно не верите в то, что в экономическом смысле как-то все-таки Россия может развиваться? Ну, а какие для этого это такой вопрос? Верите ли вы в существование ковров в самолетах? Ну, вы просто сказали сейчас, что действительно, как мы там отстали, насколько я понимаю, вашу точку зрения. Ну, это официально, нет, это официально не отставание, в смысле, как будто это гонка такая, знаете, кто первый прибежит, а это просто очень плохой темп. То есть у нас просто очень плохой темп у экономики, и нет никаких причин для того, чтобы он ускорился, нет ни одного драйвера для того, чтобы он ускорился. Ну, у нас же все-таки есть какие-то нацпроекты, есть национальные цели, есть там... Нет, ну, в 77-м году тоже был проект построения коммунизма к 2000-му году, например. Хорошо, то есть ваша точка зрения, что все эти, значит, планы сформулированы правительства, они игнорируют законы экономики. Они просто у нас, ну, как бы вкратце... Нереализуемы. Нет, ну, смотрите, для того, чтобы экономика росла, нужно, чтобы у страны было какое-то конкурентное преимущество. У нас его нет просто. Ну, насколько я понимаю, что сейчас вот нацпроекты, которые существуют, они какой-то своей целью, как минимум, ставят все-таки формирование таких преимуществ. Ну, в следующем году как раз будет замечательный юбилей, или я не знаю, как это дата, когда должна была сбыться программа «Стратегия-2020», которую мы с большой помпой принимали в начале президентства Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот, там много было всяких интересных показателей, это не имеет... Да, я согласна. Нет, просто я не очень понимаю, к чему это обсуждать. Нет, послушайте, если мы живем в России, давайте так, будем реалистами, просто надо готовиться к тому, что... Время текущей власти, вот эти... Да, темпы, если не прилетят, как говорится, если не прилетят инопланетяне и все не исправят, то темпы роста экономики будут составлять 1,5% в год. Это означает, что мы будем расти ниже, медленнее, чем всех своих соседей. И если вы видите, уже за последние 10 лет, вот Китай стал просто богаче, чем Россия. С точки зрения средней зарплаты этого никогда не было в истории. И это тенденция, которая будет дальше продолжаться. В Китае, кстати, сейчас тоже проблемы с экономическим ростом, но у них там, условно говоря, 4%, и для нас это просто недостижимо показать. Хорошо, то есть вы действительно считаете, что правительство не решает вопросы развития экономического в вашей стране? Ну, я просто хочу зафиксировать. И предлагаете в этой ситуации нам развивать добрососедство? Ну, потому что больше нам нечки не остается, да? Отчасти я, конечно, в этом смысле иронизирую, но я думаю, что в каком-то смысле слова это... Ну, понимаете, еще раз, мы не такие... Вот мы с Романом вчера дискутировали, неформально, да, или сегодня это было. Мой тезис, действительно, это как многие говорят, что Россия никогда так хорошо не жила в материальном смысле слова, как-то там, ну, 10 лет назад. В принципе, и до сих пор это тоже сохранилось. Ну, ладно, и... Да, и, значит, наверное, этим как бы удивительным для нас историческим богатством можно воспользоваться. Ну, слушайте, я вот, я тоже вот вырос в Сибири, я прекрасно понимаю, как жили, как я жил, когда я был подростком, как мои родители жили. У нас была очень хорошая такая семья из среднего советского класса. Мы выращивали картошку, как мы все. Хорошо, а дальше-то что? Я не выращиваю картошку, вот, это большое изменение для меня. Дальше, нет, если вы... Понимаете, мне очень понятен ваш вопрос, у нашего правительства нет ни одной причины, почему они должны обеспечивать экономический рост. У них нет мотивации для этого. Ну, какие-то же планы, они формируются, они обсуждаются, там программы делаются. Я не спортивный болельщик, но просто это... Я не защищаю их, я сама исследую это, и мне попытки наши... Смотрите, представьте себе, что в футбольной лиге есть один футбольный клуб, в котором играют только дети бывших игроков, которые играли на предыдущем поколении. Они каждый год выигрывают. И они говорят, давайте мы на следующий год опять выиграем. Все говорят, да, давайте, мы через пять лет выиграем. Это ситуация нашего правительства. То есть, если вы ни с кем не конкурируете, если у вас нет оппозиции, если у вас не критикуют... То есть, так как у нас нет сменяемости власти, так как у нас нет действующей оппозиции, такой, которая бы играла роль, то нет конкуренции, предприятие не развивается в отсутствии конкуренции, и поэтому мы не развиваемся. Хорошо, у нас времени остается еще одна минута, наш разговор. Сейчас народ уже приходит на нашу дискуссию. Интересные вопросы. Я думаю, мы их продолжим в процессе того, как мы будем общаться уже при... То есть, это был интро тогда. То есть, надо осталось нарезать на пять минут из этого и сказать, а это вот пролог такой, да, вот. Да. Мне кажется, очень естественно и как-то легко мы прошлись по интересным вещам. Продолжим. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо.